Северная Корея – одна из самых изолированных стран мира. Санкции, нехватка технологий, отсутствие современного оборудования. Казалось бы, строительство высоток тут просто невозможно. Но если посмотреть на Пхеньян, перед нами предстанет целый город небоскребов. Как они появились? Кто их строил? И почему эти здания могут быть опасны? Давайте разберемся. Власти КНДР используют любую возможность, чтобы показать силу страны. Высотки – часть пропаганды. Чем выше здание, тем больше уважения к режиму. Но технологии. Кранов нет, цемента не хватает. А рабочие получают не деньги, а порцию риса. Чтобы строить небоскребы, Северная Корея применяет хитрые схемы. Например, импортирует стройматериалы через Китай, маскируя их под другое назначение. Использует устаревшие советские технологии. А иногда просто берет иностранные проекты и переделывает под свои условия. Но главная проблема – безопасность. В КНДР никто не заботится о качестве. Главное – построить быстро и красиво. В результате многие высотки остаются пустыми. В них нельзя жить, потому что стены трескаются, лифты не работают, а иногда даже проваливаются перекрытия. Хотите узнать, кто строит эти небоскребы? Это еще более шокирующая правда. Бесплатный труд строителей. Строить в Северной Корее – это не профессия. Это обязанность. Рабочие на стройках не получают зарплату. Вообще. Вместо обычных строителей здесь трудятся солдаты, студенты, даже дети. Их отправляют на стройку в рамках трудового долга. Власти называют это патриотическим трудом. На деле это настоящая принудительная работа. Люди работают по 12-15 часов в день, без выходных, без нормальной еды. Иногда на стройках случаются несчастные случаи. Рабочие падают с высоты, получают травмы. Но никто не обсуждает это. В Северной Корее признать, что что-то пошло не так, значит бросить тень на режим. Чтобы ускорить строительство, рабочим запрещают использовать современную технику. Многие операции делаются вручную. Нет грузовиков, носят кирпичи на плечах, замешивают раствор лопатами. Но куда более пугающая правда, это строительство жилых домов. Панельные многоэтажки, которые возводят за считанные недели. Давайте разберемся, почему они могут быть смертельно опасными. Панельные дома и их секреты Жилье в КНДР строят быстро. Иногда слишком быстро. Один дом могут поставить за несколько недель. Секрет в панельных технологиях. Здания собирают как конструктор. Готовые бетонные панели привозят на стройку и скрепляют друг с другом. Вроде бы удобно, но есть нюанс. Качество материалов. Из-за санкций в стране не хватает цемента, арматуры, утеплителя. Строители вынуждены экономить. Используют больше песка, меньше бетона. Иногда в стены подмешивают даже бумагу, чтобы сэкономить дорогие компоненты. Из-за этого в новых домах бывает холодно, стены промерзают, на потолках появляется плесень. А самое страшное, они могут просто рухнуть. Уже были случаи, когда дома разваливались через несколько месяцев после постройки. И все же люди мечтают получить квартиру в такой новостройке. Потому что альтернативы нет. Либо ветхие старые дома, либо панельные многоэтажки, которые хоть как-то напоминают современные. Но есть место, куда простым людям вход запрещен. Это подземные города Северной Кореи. Подземные города. Пока в Северной Корее не хватает нормального жилья, под землей прячутся целые комплексы. Да, КНДР одна из немногих стран, где под землей скрываются настоящие города. Все началось еще много десятилетий назад, когда власти страны готовились к войне. Они строили бункеры, тоннели, секретные убежища. Со временем эти сооружения стали масштабнее. По слухам, под Пхеньяном может быть сеть туннелей, соединяющая ключевые здания. Но это не только бункеры. В КНДР есть и военные подземные комплексы, где размещается авиация, склады оружия и даже заводы. Эти тоннели могут растягиваться на сотни миль. Некоторые ведут в Китай, другие в Южную Корею. И самое невероятное, эти подземные объекты строят так, чтобы никто не мог их обнаружить. Используют технологии маскировки, специальные бетонные покрытия, которые не видны радарами. Но откуда Северная Корея берет материалы для строительства, если на нее наложены жесткие санкции? Ну а пока что, если вам необходимо быстро построить дом, офис или склад, обратитесь к профессионалам из производственного объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работы и услуг, от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности, до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Как обойти санкции? Северная Корея под жесткими санкциями. Им запрещено покупать технику, строительные материалы, даже обычные инструменты. Но, несмотря на это, в стране продолжается строительство. Как им это удается? Во-первых, контрабанда. Через Китай и Россию в страну попадают запрещенные товары. Иногда их маскируют под другие грузы, иногда просто завозят нелегально. Во-вторых, серые схемы. Северная Корея создает подставные компании за границей, которые покупают стройматериалы и отправляют их в КНДР под видом гуманитарной помощи. В-третьих, переработка старых материалов. В стране активно используют металлолом, демонтируют старые здания и даже переплавляют старую технику на стройматериалы. И самое главное, использование человеческого труда вместо технологий. Нет машин. Пусть копают руками. Нет подъемных кранов. Пусть таскают кирпичи на веревках. Но не все стройки Северной Кореи заканчиваются успехом. Один из самых известных провалов – это Рюген. Самый загадочный отель в мире. Почему его не могут достроить уже несколько десятков лет? Самый странный отель в мире. В самом центре Пхеньяна возвышается гигантская пирамида – отель Рюген. Это самое высокое здание в Северной Корее и одновременно один из самых громких провалов в истории строительства. Начали строить его еще в конце 80-х годов. План был грандиозный. Больше ста этажей, сотни номеров, рестораны, конференц-залы, даже вращающийся панорамный этаж на вершине. Но потом случилось непредвиденное. Страна попала в экономический кризис. Стройку заморозили. Десятки лет здание стояло пустым, без окон, без отделки, торчащим бетонным скелетом. Власти даже запрещали фотографировать его, чтобы никто не узнал о провале. Спустя годы стройку снова попытались возобновить. Но возникла проблема. Качество постройки было ужасным. По слухам, бетон оказался настолько хрупким, что здание просто невозможно безопасно достроить. Сегодня регион выглядит красиво. Его облицевали стеклом. Но вот внутри до сих пор ничего нет. Лифты не работают, номера пустые, а сам отель не принимает гостей. Это просто гигантский муляж, символ амбиций, которые так и не смогли реализовать. Но если не хватает даже на достройку главного отеля, почему в КНДР продолжают строить новые здания? Кто их возводит? Ответ прост. Армия. Армия строителей. В Северной Корее армии больше, чем просто солдаты. Это еще и строительная бригада. Когда власти решают построить что-то новое, они не нанимают рабочих. Они просто отправляют на стройку военных. Солдаты не получают за это зарплату, работают в тяжелых условиях, зачастую без нормального оборудования. Но отказаться они не могут. Приказ есть приказ. Это выгодно режиму. Во-первых, не нужно тратить деньги на оплату труда. Во-вторых, армия всегда под рукой. Можно быстро перебросить людей с одного проекта на другой. Некоторые из самых масштабных строек КНДР возводились именно силами военных. Панельные дома, мосты, дороги, даже те самые небоскребы в Пхеньяне. Все это дело рук солдат. Но есть одна проблема. Солдаты – это не профессиональные строители. Они делают работу быстро, но не всегда качественно. Ошибки, брак, аварии – все это часть реальности. Еще один интересный факт – в КНДР почти не используют современную технику на стройках. Строительство без машин. Если вы посмотрите на любую стройку в Северной Корее, вы заметите странную вещь. Там почти нет экскаваторов, подъемных кранов и другой тяжелой техники. Все делается вручную. Почему так? Во-первых, техника дорогая. Из-за санкций Северная Корея не может свободно закупать строительные машины. А свои делать слишком сложно. Во-вторых, власти считают, что ручной труд – это способ воспитать в людях революционный дух. Люди должны не просто работать, а преодолевать трудности. Именно поэтому стройки в КНДР часто напоминают сцены из прошлого. Сотни людей с кирками, лопатами и ведрами с цементом. Есть даже кадры, где строители вручную поднимают бетонные плиты на многоэтажные здания, используя веревки и простые механизмы, которые давно ушли в прошлое в развитых странах. Это замедляет строительство, но для режима важнее процесс, чем скорость. Ведь любая стройка – это не просто здание. Это еще и мощный инструмент пропаганды. Но что скрывается за фасадом этих зданий? Оказывается, многие дома в КНДР – это просто пустая оболочка. Здание для пропаганды В Северной Корее строят не просто дома и офисы. Здесь возводят монументы пропаганды. Гигантские небоскребы, красивые фасады, мощные конструкции – все это создается для показухи. Например, есть целые районы, которые строили для туристов и иностранных журналистов. Они выглядят красиво, широкие улицы, новые дома, чистые площади. Но если заглянуть внутрь, то окажется, что многие здания просто пустые. В них нет жильцов, нет рабочих офисов, иногда даже нет отделки. Другой пример – улицы, которые освещаются только тогда, когда приезжают иностранные делегации. Как только гости уезжают, район снова погружается в темноту. Некоторые здания вообще не предназначены для реального использования. Их строят, чтобы показать развитие страны, а потом они просто стоят без дела. Но что происходит там, где действительно живут обычные люди? Жизнь в новостройках. На первый взгляд новые жилые дома в Пхеньяне выглядят неплохо. Современные фасады, большие окна, красивые балконы. Но внутри все далеко не так радужно. Во-первых, отопление есть не везде. Зимой в квартирах бывает так же холодно, как на улице. Люди используют угольные печи, но это опасно. Иногда случаются пожары и отравление угарным газом. Во-вторых, вода и электричество подаются с перебоями. В некоторых районах свет есть только несколько часов в день. Горячая вода – вообще редкость. В-третьих, мебель и отделка оставляют желать лучшего. В КНДР не хватает стройматериалов, поэтому многие квартиры отделаны дешево и некачественно. Несмотря на это, получить жилье в новостройке – огромная удача. Потому что большинство людей до сих пор живут в старых домах, которые постепенно разваливаются. Но есть одна категория зданий, которые строят особенно тщательно. Это военные объекты. Как их проектируют? Какие секретные технологии используют? Военные инженерные хитрости. Северная Корея – одна из самых милитаризованных стран в мире. Здесь военные объекты строят с особым размахом. Причем не только бункеры и казармы, но и мосты, тоннели, аэродромы. И у них есть одна особенность – они могут исчезать. К примеру, есть мосты, которые на первый взгляд выглядят обычными, но на самом деле они замаскированы под горные дороги или жилые дома. Если начнется война, такие мосты можно быстро разобрать или взорвать, чтобы противник не смог пройти. Другой пример – подземные аэродромы. Да, в Северной Корее есть взлетные полосы, спрятанные внутри гор. Самолеты могут вылетать прямо из скалы, оставаясь невидимыми для спутников. А еще есть ложные объекты. Например, фальшивые военные базы, которые выглядят как настоящие, но на самом деле пустые. Их строят специально, чтобы сбить с толку спутники и разведку противника. Но главный вызов для военных инженеров КНДР – это нехватка материалов. Как они решают эту проблему? Дефицит бетона и стали. В Северной Корее нет возможности свободно покупать цемент, металл и другие строительные материалы. Поэтому инженеры вынуждены проявлять изобретательность. Во-первых, здесь активно используют переработку. Старые здания разбирают, чтобы использовать их бетон и арматуру повторно. Иногда даже старые корабли переплавляют в строительные материалы. Во-вторых, в КНДР научились заменять бетон и металл более дешевыми альтернативами. Например, вместо стальных балок могут использовать деревянные конструкции. Вместо бетона – примитивные смеси с большим количеством песка. В-третьих, иногда материалы добывают нелегально. По слухам, Северная Корея занимается контрабандой цемента и стали через Китай и Россию. Но даже с такими проблемами КНДР умудряется возводить огромные объекты. Причем многие из них – это копии западных технологий. Как им удается это делать? Копирование чужих технологий. Северная Корея живет в изоляции. Но это не значит, что она не следит за тем, что происходит в мире. Более того, власти КНДР активно копируют иностранные технологии. Как они это делают? Один из способов – через разведку. В стране действует целая сеть специалистов, которые изучают зарубежные строительные разработки. Другой метод – покупка технологий через третьи страны. Например, КНДР может приобрести китайское оборудование, которое на самом деле создано по западным стандартам. Еще один способ – анализ доступных чертежей и фотографий. Инженеры могут изучать западные здания и воссоздавать их, используя свои ресурсы. Но проблема в том, что без доступа к современным материалам и оборудованию любое копирование получается неполноценным. Поэтому даже самые современные здания в КНДР часто уступают своим оригиналам по качеству. И все же в стране есть элитные небоскребы, в которых жизнь совсем другая. Небоскребы только для элиты. Несмотря на бедность большинства населения, в КНДР есть роскошные здания. Это элитные небоскребы, построенные специально для партийной верхушки и военной элиты. В отличие от обычных домов, эти здания действительно построены качественно. В них есть стабильное электричество, отопление, горячая вода, даже интернет. Получить квартиру в таком небоскребе – это огромная привилегия. Туда заселяют только самых верных людей. Чиновников, высокопоставленных военных, инженеров, ученых. Для простых людей эти здания недоступны. Более того, даже приближаться к ним без разрешения опасно. Ведь если ты не элита, твое место в обычных панельных домах с трескающимися стенами и холодными квартирами. Но каким будет будущее строительства в КНДР? Останется ли страна в прошлом или сможет догнать остальной мир? Давайте подведем итог. Будущее строительства в КНДР. Северная Корея – это страна контрастов. Здесь строят небоскребы, но не могут обеспечить людей горячей водой. Создают грандиозные проекты, но забывают про безопасность зданий. Масштабное строительство идет даже в условиях жестких санкций, но при этом многие дома стоят пустыми. Что будет дальше? Одни эксперты считают, что КНДР продолжит строить показушные проекты. Огромные башни, монументы, фальшивые фасады. Другие уверены, что режим будет вынужден изменить подход и начать строить более простое, но качественное жилье. Одно можно сказать точно. Пока в стране у власти нынешний режим, строительство в КНДР останется таким, каким оно есть сейчас. А это значит, что небоскребы продолжат расти, но не факт, что в них кто-то будет жить. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании.